Есть такая притча, называется «Купи козла». Она показывает, что всё познаётся в сравнении. И люди часто, не принимая судьбу, делают себе только хуже жизнь. Один послушник пришёл к своему наставнику, он женатый человек, послушник, и говорит, «У меня невыносимая жизнь, я не знаю, что мне делать. У меня денег не хватает на то, чтобы содержать семью. У меня жена кричит, что у нас много детей, большая семья, и нам не хватает площадей. Поэтому или ты будешь что-то делать в этом направлении, мы ли вообще уйдём все от тебя, а живи один. Уже невыносимо нам так жить просто». И у них у всех был один наставник. Его послали к наставнику, чтобы он сказал, что делать, мы будем всё выполнять, может поможет. И наставник посмотрел на него, говорит, «Ты должен делать, как я сказал, и в конечном счёте вы станете счастливыми. Но сначала вам будет очень тяжело». Он говорит, «Я на всё согласен». И наставник говорит, «Купи козла». Он на последние деньги купил козла. Говорит, ну они жили в таком доме, в частном доме. Говорит, «Заводи его в дом». Он говорит, «У нас так места нет. Я тебе сказал, заводи в дом». И он завёл в дом этот козёл, там начал какать, орать, короче, там. Такую весёлую жизнь ему строил. Через две недели они уже говорят, мы как бы наставника уже не верим, всё. Или козёл, или мы. Ну человек приходит к наставнику, говорит, «Вы что издеваетесь надо мной? Ну я как бы, я вам серьёзно говорю, у нас жизнь невыносимая, сейчас ещё хуже стало». И как бы, он говорит, наставник говорит, «Всё идёт по плану. Я же тебе сказал, сначала будет хуже». «Что теперь-то делать?» «Ну что теперь, выводи козла на улицу, на привязи, пусть стоит во дворе». Короче, если козла вывел на улицу, все говорят, «Ой, как хорошо жить без козла». Вот так стало хорошо жить, все такие счастливые ходят. Две недели прошло, и начали потихоньку. А когда расширение жилплощади-то, и он побежал к наставнику, говорит, «Две недели пожил, за три года, говорит, нормальной жизнью, опять началось». Он говорит, «Да ничего у тебя не началось, всё нормально. Просто ты им скажи, если ещё раз об этом скажете, то козла придётся заводить назад». И так они стали счастливы жить после этого. Потому что точно так же, как у мужчины хочет больше денег, это означает жить в страсти или жить в будущем, точно так же женщина хочет больше территории. Вот и всё. Это страсть для женщин. То есть страсть для женщины означает «хочу больше места». А страсть для мужчины означает «хочу больше денег». И это значит, что люди, они живут не в настоящем, они несчастны все. Потому что они не могут принять от Бога то, что Бог уже дал. И имейте в виду, что когда будет больше места, человек тоже не сможет этого принять. Ему надо будет потом ещё больше, и потом ещё что-то. Спасибо.